Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Меня зовут Светлана и сегодня мы с вами проводим обработку винограда после цветения. Напомню, что в этом году мы планировали немножечко поменять схему обработок. В те годы мы начинали сразу с системных препаратов. Обработка по пятому листу, обработка перед либо после цветения и по гороху. То есть мы все делали системными препаратами. Но на самом деле системные препараты не настолько хорошие и безобидные. И вот эти вредные микроорганизмы, они к ним привыкают. Но в принципе на иммунитет растений сказывается это не очень хорошо. Поэтому мы хотели и планировали в этом году максимально от них уйти. Да, в наших условиях все-таки пока что полностью отказаться от системных препаратов мы не можем. Но мы хотели минимизировать их действия. Итого, планировалось по пятому листу месяц содержащий препарат. До цветения, либо после цветения опять мы имеем содержащий препарат. В зависимости от того, как успеваем. И затем по гороху уже системный препарат. Дело в том, что в нашем регионе и болезни все приходят тогда, когда ягода уже начинает созревать. То есть в это время, когда пятый лист, когда виноград цветет, когда только завязалась ягодка, у нас болезни никогда не было. За исключением этого года. Этот год очень сложный. У нас фактически не было зимы. У нас фактически не было весны. Весь май стояла температура порядка 10-12 градусов. Очень большая задержка по вегетации. Поэтому растения ослаблены. И буквально некоторое время назад я показывала, что мы обнаружили мельдью. На нашем винограднике, соответственно, было принято решение, что будем обрабатывать уже системным препаратом. Но дожидались, пока это самоцветение закончится. Вот смотрите. Некоторые кусты только цели. Но мы ждали уже, чтобы максимально весь виноградник обработать. Вот некоторые кустики только отцвели, сбросили тычинки. У некоторых шустрых уже горох. То есть, как и положено, они получат системную обработку. Вот в такой стадии мы их обрабатываем. Значит, что берем? Берем системные препараты против мельдью и против аидиума. Мы сейчас будем использовать ридамил, голд и топаз. Я их между собой не смешиваю. Хотя многие смешивают и удачно. Но, честно говоря, у меня был негативный опыт. Повторять я его не хочу. Пожгла лист. Может, я немножко промахнулась с дозировкой. Не знаю. Но больше этой ошибки не повторяю. Если у вас все хорошо проходит, то можно их смешать вместе. Кроме этих системных препаратов существует еще масса других именно системного действия. Я особо их не называю. Есть препарат строби. Есть что-то еще. Приходите в магазин и спрашиваете продавца. Мне надо системные препараты против мельдью и против аидиума. Все. Вам их дают. И помните, что если вы все время пользуетесь системными препаратами, их обязательно надо менять. Кстати, об этом же написано во многих инструкциях. Разводите тоже по инструкции. И совместимость препаратов тоже смотрите по инструкции. Всегда на оборотной стороне. Все это можно легко найти. Значит, что еще добавляем в обработку? Добавляем микроэлементы. Тоже смотрим по совместимости препаратов. Если можно, заливаем все в одну маковую смесь. Если не можно, значит разделяем по времени. Я обычно делаю так, либо утро-вечер, либо обработали сегодня, обработали завтра. В зависимости от того, как у меня есть время. В микроэлементах сейчас виноград нуждается в этом году особо. У многих такой непонятно желтоватый лист, что свидетельствует о том, что растению чего-то не хватает. Хилатом железа я еще обрабатывала отдельно. Я его лила под корень. Хилат железа помогает при такой болезни, как хлороз. На первых стадиях лист может просто желтеть. Что касается микроэлементов, тоже есть комбинированные препараты. То есть там, где идет смесь микроэлементов. Это будет здравень или вдрип для винограда. Ну, вы можете набирать микроэлементы по отдельности. Магний, железо, цинк, бор. Все это будет хорошо. Только смотрим совместимость. Обрабатываю этой смесью я весь виноградник, кроме теплицы. В теплице я вообще химию не использую никакой. В теплице мне достаточно сыворотки с йодом, для того, чтобы здесь болезни не возникало совсем. Но микроэлементами, конечно, я здесь пройдусь обязательно. Хватит ли нам этой обработки, будем смотреть по ситуации. В принципе, кусты наши довольно большие. Многие практически дорастают уже до верхней проволоки. Плюс системные препараты, мы знаем, они проникат внутрь растений и защищают. Будем надеяться, что этого будет достаточно. Но будем также следить и за погодными условиями. Потому что нам болезни влияют, в том числе и определенная погода. Или влажная, прохладная, либо сильная влажность, а потом жара. Поэтому мы будем наблюдать и уже дальше принимать решение, надо нам будет еще чем-то обрабатывать или нет. И выбор препаратов для обработки будет зависеть от того, в какой стадии будет находиться наш виноград. Насколько близко он будет к созреванию. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео, мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч, пока!